18 мая 1944 года. Боль, отчаяние, протест – это все отразилось на полотнах крымско-татарских художников. Выставка, посвященная ко дню депортации крымско-татарского народа, открылась в Ахмеджите в Доме художника. В выставочном зале столичного Дома художника открылась выставка, приуроченная 77-летию депортации. Около 30 мастеров представили свои работы, в каждой из них – личная история. Именно в этом году я бы хотела приурочить, посвятить свое участие моим карбабам и картанам. В силу обстоятельств прошлого года, как всем известно, что было, на данный момент их нет рядом со мной. Восприятие этой травмурной даты 1944 года полностью сложилось по рассказам моих родных. И в них вложено много смысла, символов. В этой работе я показываю людей, которые собираются к месту сбора для отправки в ссылку. И там показан человек пожилой, старик, крымский татарин, который везет на телеге сам своих внуков. И в отчаянии за ними идет их мама. Так получилось, что народ вынужден покидать свой родной кровь, свои цветущие сады, деревья. И все это я усилила светом, красотой природы. И я показываю боль, которую они испытывают в этот момент. Ну и назвала картину «Покинутый дом». Среди участников выставки именитые крымско-татарские мастера. В их работах символы, отражающие их видение истории и современности крымских татар. Тема депортации, она очень широкая. Ее можно прямым текстом о ней говорить, и можно междусрочно это самое чувствовать через работу. Вот то ощущение там. Я сегодня представил вот трип тех всадники. Но эта работа, она больше на энергетическом уровне. То есть это условные решения всадника, коней там. Поэтому наш народ был связан вот с конницей, там. Все это нам близко по духу. И вот ту энергетику хотел передать вот в этом трип техии. Каждый художник в душе, он несет вот эту трагедию, ну выражает свои отношения к этой жизни. Она продолжается, и мы живем. И я думаю, что наши дети будут всегда помнить это. Вот за мной это одна из таких последних. Я думаю, что это посвящение нашей будущей жизни, это называется рождение. Организаторами выставки уже традиционно выступили Ассоциация Крымско-Татарских художников и Союз художников Крыма. Зритель, который приходит на такие выставки, приуроченную Дню памяти жертв депортации, должен прочувствовать вот эту боль, которая присуща каждому художнику, который писал эти работы. Каждый зритель, он чувствует по-разному. Один может одно почувствовать, другое – другое. Если художнику удалось передать свои чувства в картинах, зритель этого всегда поймет. Мы на этой выставке получили большое удовольствие. У нас на родине наши дети, наши внуки принимают участие на этой выставке. И действительно получили удовольствие. Почему? Потому что она отражает чаяние нашего народа, боль нашего народа. И давно мы стремились вернуться к себе на родину. И действительно наша боль, она отражена здесь. Понравилось то, что тема отражает в первую очередь как факты самого изгнания, так и возрождение крымско-татарского народа. Это вселяет надежду на то, что действительно светлые ноты все-таки будут преобладать в образе будущего крымских татар. Выставка в Доме художника, посвященная депортации крымских татар, продлится до 31 мая. Редактор субтитров А.Семкин